Я окончила педагогический университет имени Максима Танка и пока там училась, не представляла, что я свяжу свою жизнь с погонами. Это произошло уже после того, как я фактически получила диплом и мне предложили попробовать себя в правоохранительной структуре, конкретно на должности пресс-офицера партизанского РУВД. Для меня это было совершенно непонятное место, то есть я решила попробовать, даже не сомневаясь, наверное, не было таких раздумий. У меня был выбор идти в школу педагогом, либо попробовать себя в роли милиционера уже. И через четыре года перевелась уже непосредственно в Министерство обороны. И там тоже пришлось с нуля учиться всему, учить, что такое рота, что такое батальон, что такое танк Т-72Б, чем он отличается от танка Т-72Б-3. То есть очень много нюансов. Грубо говоря, такая университет с нуля. И на телекомпании ВНТВ я уже работаю, сколько? Девятый год. Армия настолько многогранна, столько профессий и специализаций, что можно рассказывать об этом бесконечно просто. Тебе не хватит и десяти лет, чтобы рассказать обо всем вооружении, либо показать людей. Каждый раз, куда бы я ни приехала, я всему удивляюсь и поражаюсь. Возможно, потому что я представительница женского пола. И для меня что-то в новинку, что-то я воспринимаю прям с ужасом каким-то, со страхом. Постоянно борюсь со своими чувствами. Это прям действительно правда. То есть нелегко быть артиллеристом, если ты не учился этому. Нелегко водить танк, даже страшно его водить, страшно в него сесть и поехать. То есть приходится во всем разбираться, много читать перед тем, как приехать туда, чтобы не упасть в грязь лицом перед военными, которые в этом полностью разбираются. Со спецназом я, например, проходила психологическую полосу. То есть ряд испытаний. Ты ползешь по кишкам, по мясу. Ну, свиные там выкладывали все это. Плюс 30. Атмосфера создается невероятнейшая, когда это все начинает пахнуть. Но все приближено к тому, чтобы создать, вот показать условия реального боя. И ты проходишь эти испытания, типа, тебе стреляют полосты, мне постоянно на тебя кричат. Для меня вот это было таким большим испытанием. Я попросила, чтобы все проиграли со мной в реальности, потому что, когда я стояла и смотрела на это со стороны, мне казалось, что так эффектненько вообще. Когда я начала проходить все это сама, я уже через три минуты начала сдуваться. Ну, потом взяла себя в руки и прошла до конца. Например, стреляла из гаубицы. Громко, мощно, страшно. Гоняла с военной автомобильной инспекцией. Из чего я только не стреляла. Из пулемета, калашников, автомата, из различных пистолетов. То есть, там, огневая подготовка. Спектр просто, я сейчас вот пытаюсь вспомнить даже, была военным поваром. Готовила для солдата и офицеров обеда и ужина. Разведкой провела в лесу сутки. То есть, много чего попробовала. Сейчас мы живем в уникальное время, когда для женщины открыты фактически все двери. Это раньше там были мужские специальности, женские специальности. А сейчас такого нет. Эта граница стерта. Женщина доказывает и показывает, что она может идти наравне с мужчинами. Не, я не спорю. Все равно ты будешь немного как бы за их плечами. Ну, я буду честна, потому что даже в своей профессии мужчины мне помогают и где-то берут удар на себя. На мой взгляд, министром обороны все-таки должен быть мужчиной. Несмотря на мое убеждение, что для женщины открыты все двери. Понимаете, у нас разные склад мышления, мировоззрения. Женщина все равно более тонкая и душевно устроена. Мне кажется, в женщине присутствует много жалости и так далее. Ну, таких вот чувств, которые присущи как бы и мужчине, но в меньшей степени, возможно, они проявляются. Нет, это действительно такая мужская должность. Но это не говорит о том, что женщина не может быть генералом и командовать чем-то другим. Все равно женщину воспринимают по-другому. А женщина в форме, она просто прекрасна. Поэтому ее, перед ней вообще тяжело стоять. Здесь оружие уже идет другое у нас свое. Папа военный. Всю жизнь я наблюдала за жизнью в погонах, конечно. Я была маленькая и не помню, как часто мы переезжали. Минск – 14-й город. Я помню частично какие-то отрывки из детства, как мы меняли квартиры, ремонты. Но прямо так четко. Нет, я была слишком маленькая. Уже осознанно, когда мы переехали в Беларусь, я вот помню, я была в третьем классе, когда мы переехали в Жлобин сначала, а потом в Слуцк. И очень долго прожили в Слуцке. Сколько? Семь лет фактически до Минска. Вот это я уже помню. И помню папу, и помню, как он приходил домой в этой военной форме. Я думаю, что он неосознанно повлиял. То есть у меня не было никогда цели, вот как мальчишки рассказывают в интервью, там, я мечтала стать летчиками, я им стал, да, я мечтала стать танкистами, я вот сейчас вожу танк. У меня такого не было. Но вот любовь к этому делу, к форме, она, конечно же, была. Потому что безмерное уважение к профессии военного, привел мне вина папа. Поэтому я была, в принципе, не удивлена, что я надену погоны и пойду. Мне это решение далось легко. Я захотела рассказать про своего отца. Придумала такого полковника Виноградова. Вложила ему судьбу своего папы только на... Он был военным, а здесь милиционер. И вот так вот, первое, он ушел на пенсию, я хотела его поддержать. Мне казалось, что да, этой книгой. Прям... Я стала такая популярной, популярной. И все обо мне узнают. Никто обо мне не узнал. Но я здорово поддержала папу. И потом мне захотелось еще, еще, еще. И потом уйти уже в более серьезный жанр, в роман. И уже невозможно остановиться. Ты уже хочешь скорее взять свою новую книгу в руки. Это очень сложно объяснить, но очень кайфовое ощущение. В какой-то момент просто было написано, было написано 5 детективов. Мне захотелось что-то нового. То есть, 5 историй с полковником Виноградовым. Я думаю, так, надо написать что-то, попробовать себя где-то еще. Меня что-то зацепило. Я помню история, вот, Дары Бога, книга там про девочку-инвалида. Буквально какая-то вот щелчок, и я думаю, я вспоминаю историю своего детства и излагаю ее на бумагу. Потом была исповедь. Чтобы написать эту книгу, мне надо было развестись. Сейчас бы я такую книгу не написала, потому что я другая уже. Абсолютно. Тогда для меня это был способ вот, наверное, прожить свой какой-то внутренний мир, свои эмоции. И такая психотерапия очень хорошая. И я это прожила. Захотела поднять тему. Общалась тогда очень много с женщинами разными и посредством соцсетей. И рассказывали свои истории, кто столкнулся с домашним насилием. Насилие же может быть не только физическим, но и моральным. А тут даже не знаешь, что хуже. Когда тебя один раз ударят, либо когда тебя ударят словом. И как тебя ударят словом. И как часто это продолжается. К сожалению, многие люди живут так всю жизнь. Терпят и просто не знают, что можно уйти. Там есть другая жизнь вообще. И ты совершенно другая там. В нашей жизни это частое явление. Но как с этим не сталкиваться? У меня сейчас очень жесткий ответ. Если тебя один раз назвали дурой, если это не устраивает, просто берешь и уходишь. Вот просто берешь и уходишь. Я убеждена в том, что один раз будет второй, будет третий, будет пятый. И это проявляется, если вы еще не в браке, а еще в отношениях просто встречаетесь, и вы замечаете за своим молодым человеком такое поведение. Убегите оттуда. Зачем вам? Я хочу поддержку мужчин сказать, потому что сейчас уже помудрела. И я знаю, что мужчины тоже сталкиваются с домашним насилием, как оказалось. И с моральным, и психологическим, и унижением, и оскорблениями. То есть, я не знаю, как про физическое, да, но вот психологические факторы, очень серьезное давление. И это тоже ведет к разводам, к разрушениям в отношениях. Поэтому выбор каждого, как ему жить, терпеть или уйти. В принципе, сейчас вот эта журналистская армия, она есть. И мне не нравятся методы, которые используют войны, например, в соседних странах. Мне они вообще не нравятся. И мы так не воюем. Мне не нравится лепить фейки, чтобы создать там такой-то образ, да. Мне не нравится врать. Как бы ни говорили сейчас про журналистику, что она не объективна, да. Я говорю за себя, там вот за то место, где я работаю. Мы стараемся быть объективны. Мы не лепим фейки, мы не врем. У нас есть своя идеология, своя правда, да, которая основывается на каких-то фактах. И мы ее вот пропагандируем массы. Я не хотела бы пойти воевать журналистскими войсками против тех, потому что пришлось бы очень много врать. Очень много. А этого делать не хочется. Тогда уже, знаешь, захочется снять погоны. Мы показываем объективные факты. Мы рассказываем про наших военнослужащих, даем им слово сказать, что они об этом думают. Я считаю, что у нас армия заговорила. Раньше армия была более закрыта. Сейчас армия говорит, армия стала доступна для журналистов. Пожалуйста, приезжайте, смотрите. Никто не запрещает никуда. Ну, понятное дело, есть определенные места, куда нельзя ездить, да, это... Но, в принципе, такой открытости не было никогда. Да вообще в силовых структурах. Силовые структуры стали очень открыты. Вот начиная даже с 20-го года, когда в какой-то степени мы вступили вот на эту войну правды, да, войну словом. Я не знала, что столько жестокости может быть. У меня в жизни никогда такого не было. Это было новое. Я думаю, это было новое для каждого белоруса, кто столкнулся с такой ситуацией. Я никогда не делала никому ничего плохого, не предавала, не обижала, не унижала. То есть... И здесь только потому, что я ношу форму, можно меня ненавидеть, оскорблять, только потому, что я ношу погоны, только потому, что я имею свою собственную точку зрения за то, что я там голосовала за своего президента, да. То есть, почему люди не стесняются говорить, что они там голосовали там за кого-то там, да, а я должна стесняться говорить о том, что я голосовала вот за Александра Григорьевича Лукашенко. Это мой выбор. И почему меня за это должны судить и распинать? У меня было очень тяжелое состояние тогда, потому что я всегда пропагандировала вот эту любовь к военным людям, уважение через свои программы, посты, тексты, то есть, ну, через все возможно. Я всегда показывала, кто такой военный человек. И люди знакомились с этим армейским миром через меня, потому что многие даже не представляют, чем живет армия. Хейтов было достаточно. И причем шло даже там от моих одногруппников, одноклассников, которых я знала. Кто-то просто отписывался, кто-то говорил, что выбрасывает мои книги в мусорку. Я понимаю, почему люди так поступали. Им было по-своему больно, да, и человек не мог держать свои эмоции. Он вот думал, что высказав мне, какая я плохая, ничтожная, им станет, наверное, легче от этого. Кто-то пытался меня переобуть, переубедить меня, но это невозможно было сделать. Да, техника – это очень круто. Вооружение, у нас поступают новинки вооружения, у нас все обновляется везде, от новых БТР до систем ПВО. Но я всегда считала, что, мне кажется, любое сражение выигрывается за счет людей. Технику можно уничтожить, да, а вот человека сломать, его боевой дух. Давайте вспомним Великую Отечественную войну. Какие невероятные подвиги и поступки совершали наши деды и прадеды. Люди – главное оружие. Люди вообще самое главное.